Сыгломенская библиотека номер 16 представляет Видеообзор «Книжные паруса» Владислава Крапивина Владислав Петрович Крапивин – популярный детский писатель, поэт, журналист, сценарист и педагог Крапивин – это целый увлекательный мир Побывав в котором, возвращаешься в реальность, имея четкие представления о нравственности, чести, дружбе и неравнодушии к ближнему 14 октября отметил 85-летие со дня рождения один из любимейших детских писателей современной России Владислав Крапивин Специально к этому событию Сыгломенская библиотека номер 16 подготовила медиаобзор «Книжные паруса» Владислава Крапивина Которая знакомит с некоторыми произведениями писателя для детей среднего и старшего школьного возраста Владислав Петрович Крапивин – один из самых интересных и удивительных авторов современной детской и юношеской литературы На книгах которого выросло не одно поколение Книги Крапивина искренне любят вот уже несколько поколений юных и взрослых читателей Ребята на этих книгах взрослеют, а взрослые с благодарностью вспоминают детство Каждый находит в книгах Крапивина близкие и понятные истории о вечном О трусости и смелости, о предательстве и дружбе, о чести, порядочности, благородстве и о парусах Более 200 книг Владислава Крапивина переведены на языки 35 стран мира Его книги неоднократно переиздавались в Польше, Румынии, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Германии, Франции, Японии В сборниках разных стран и республик СССР Переводились на английский, испанский, персидский и другие языки С 2006 года присуждается ежегодная международная детская литературная премия Имени писателя и педагога Владислава Петровича Крапивина Российскому или зарубежному автору Премия, диплом и памятная медаль вручается лауреату в день рождения писателя 14 октября Мы подготовили для вас обзор нескольких книг Владислава Крапивина Для среднего и старшего школьного возраста Та сторона, где ветер Книга о детстве, книга о лете О той свободе, которая бывает только в детстве Летом, на каникулах О небе, о ветре, о воздушных змеях-парусах Дружба такая крепкая, но такая хрупкая Проблемы, такие сложные и серьезные, что взрослым не понять Радость жизни всеобъемлющая Там все по-настоящему, все серьезно и просто Все невозможно и легко, но в то же время очень трудно И требует приложение всех твоих сил Требует от тебя быть человеком Книга для среднего школьного возраста Книга Владислава Крапивина «Тень Каравеллы» Это цикл маленьких рассказов Объединенных одним главным героем С семилетним Алькой Рассказывающих о детских приключениях Мечтах и маленьких подвигах Герои повести искренне, открыты Делятся тем, что умеют сами И потому нужны друг другу Независимо от возраста и способностей Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло У меня прохудились ботинки и пришлось сидеть дома Не смейтесь, если бы не этот случай, я не построил бы корабль Так начинается повесть Владислава Крапивина «Тень Каравеллы» Конечно, есть книги о ребячей жизни В которых рассказывается о том, кто как учится Кто с кем дружит и почему Кто в кого влюблен Это повесть про мальчишек Живших в суровые военные и послевоенные годы Про радость открытия мира Радость дружбы и ощущение свежести и синевы «Тень Каравеллы» Книга о мечте У мальчишек, героев книги Владика и Павлика, живших в городе От которого до моря тысячи километров Была особенная мечта Мечта о синем море Белых парусах Тугом ветре Пенном следе за кормой и дальних странах Книга для среднего школьного возраста Самое дорогое в жизни маленького человека Это мама, семья, любовь родных и близких Но в нынешние времена порой случается так Что кто-то чужой и посторонний Может все это отнять у него Лицемерно прикрываясь защитой прав ребенка Книга Тополята о бедах и несчастьях Которые происходят в жизни современных детей Благодаря таким защитникам И о равнодушии взрослых, которые это допускают Но она также и о доброте, сердечности И настоящей дружбе Которые помогают маленьким героям Избавиться от тоски и одиночества Крапивин мечтает о справедливом обществе В котором ребенка будут уважать как личность Понимать его внутренний мир Не осуждать за допущенные ошибки Ведь кто из нас не делал глупости в детстве Своими книгами писатель снова и снова Учит ребять дружить Терпимо относиться к тому, что непонятно сразу А потому вызывает страх Книга для среднего и старшего школьного возраста Вот еще одна книга Владислава Крапивина Еще одна встреча с немножко волшебным миром Крапивинских мальчишек и девчонок Кто-то говорит, что книги Крапивина однообразны Кому-то не нравится излишняя правильность Главных героев И абсолютная неправильность взрослых А я люблю этот светлый мир В котором ребята сами принимают решения Борются и побеждают В этой книге вроде нет особенной борьбы Яростного сопротивления Есть обычная жизнь детей Но, как выясняется, в ней тоже есть место И мужеству, и важным решениям И, конечно, настоящей дружбе Это роман о современных подростках О том, как их жизнь чудесным образом Приплетается с жизнью мальчишек Первых послевоенных лет Чьи любимые герои Игры и увлечения Капитан Лухманов И тайный экипаж корабельщиков Становятся для нынешних ребят Такими же важными и необходимыми Как и для их сверстников Из далекого 1946 года Эта книга и о преемственности поколений О том, как традиции старших Их нравственные ценности Помогают современным героям книги Совершать поступки Требующие гражданской смелости Решительности и мужества Эта книга для среднего И старшего школьного возраста Многие современные дети Не читали книг Владислава Крапивина Но те, кто прочел Или прочтет хотя бы одну Никогда не забудут фамилию И ее автора Герои Крапивина на практике Познают, что значит уметь Вовремя прийти на помощь Или пожертвовать Собственными интересами Ради других Вот и подошла к концу Благодарю за внимание Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!